Из всех частей человеческого тела Эту и не в банке с формалином Можно получить в подарок И хранить долгое время В натуральную величину Где-нибудь в укромном уголке Своей квартиры Правда, для людей со стандартным мышлением И традиционными устоями Это может выглядеть Как странная выходка С оттенком черного юмора Мы порой задаемся Настолько несерьезными вопросами Ради которых не лезут в энциклопедии Хотя понять, почему, куда и зачем Все же интересно В этом фильме мы узнаем Просто о сложном Или кифозы, лордозы, диафиз и метафиз А есть еще два эпифиза Концы костей Кости разные нужны Кости разные важны В частности, поясничный отдел позвоночника Который несет на себе максимальную нагрузку Сам себе доктор Или может еще раз сосется Нужно обращаться к опытному специалисту И начинать лечение Уроки милосердия Или милые анатомические эксперименты Эпохи возрождения Тогда было принято бросать Два черепа вниз Так вот, череп старика Рассыпался в прах Новорожденного прыгал как мячик И гуманные методы Современной медицины Это такой очень важный метод Который позволяет точно диагностировать Насколько ваши кости прочные Опорную структуру скелета человека Можно без преувеличения Назвать чудом инженерной мысли Матери природы Более двухсот костей Причудливым, но при этом Очень рациональным образом Соединенных между собой Играют роль каркаса И являются своеобразной Строительной арматурой нашего тела Эволюция костей скелета человека Имеет очень длительный характер Наша костная ткань Начинала формироваться С низших форм организации материи Взяв за пример Строение примитивного Морского животного Ланцетника У ланцетника В скелете присутствует Так называемая спинная хорда Спинная струна У более продвинутых Живых организмов Вокруг спинной струны Появляются Низухимные клетки Зачатки будущей Соединенные ткани Хрящевой и костной ткани У высших животных К которым относится И человек Как составляющий класс Великопитающих Появляются уже и костные ткани Скелет современного человека Состоит из так называемого Осевого скелета Это кости черепа Позвоночника И грудной клетки Не стоит забывать О костях верхних И нижних конечностей Эту группу костей Называют Добавочным скелетом Не уточняя, правда На каком этапе эволюции человека А главное За что нам их добавили Кости человеческого скелета Если разложить их по полочкам Это отдельная история Они могут быть парными И непарными Длинными Короткими Плоскими И даже смешанными В учебниках по анатомии Скелета человека Вообще много интересных слов Хондральные очаги И сесамовые зерна Кифозы Лордозы Диафиз И метафиз А есть еще два эпифиза Концы костей Человек Так сказать Гомо сапиенс Перешел В вертикальное Прямохождение Да Поэтому Позвоночный столб Имеет Известные нам с вами Функциональные изгибы В частности Лордозы и кифозы Для каждой Косточки Есть своя Собственная история Количество человеческих костей Изменяется с возрастом И как бы парадоксально Это ни звучало Не в сторону увеличения У младенца Почти на 50 костей Больше Чем у взрослого человека Хотя костями Все же их можно назвать С большой долей условности Имеющееся мнение О том Что вы мне сказали Что количество костей Зародыша Больше Чем количество костей Человек при рождении Не соответствует На мой взгляд Истине Поскольку Нельзя говорить О костях В зародышах Дело в том Что там нет костей На самых ранних стадиях Развития Там есть Вначале Соединительная ткань Потом появляется Хрящевая ткань Потом уже только Костная ткань И еще один парадокс Природа наградила нас Одним желудком Одним сердцем Двумя легкими А вот количество костей У многих взрослых людей Одного и того же возраста Может быть различным У меня Скажем так Может быть 205 костей У вас Может быть 210 костей У кого-то Будет Одна кость И Все эти цифры Будут соответствовать норме За счет чего Происходит это За счет Так называемых Сесамовидных костей Сесамовидные кости Это те непостоянные кости Которые могут встречаться В сухожилиях Наших с вами мышц Это Участки Или Определенные области Окостеневшего Хряща Которые с возрастом Хрящевая ткань В которых В этих областях Преобразуется В костную ткань С момента зачатия В нашем организме Происходят Удивительные процессы Человек развивается Формируется скелет Растут кости Механизм их роста Тоже имеет ряд Закономерных Особенностей Развиваются и растут кости В двух направлениях В толщину и в длину Развитие костей в длину Происходит Как я уже говорил За счет метафиза Метафиз это Та часть кости Которая находится Между диафизом И эпифизом Это так называемая Зона хрящевого роста Кости в длину В толщину кости Растут за счет Надкостницы Смотрите дальше И вы узнаете Новый скелет Раз в 10 лет В это трудно поверить Но это действительно так И скелет Через 100 лет Или доживем Увидим Там совершенно Так сказать Грубо говоря Непонятные вещи Предсказать Как будут реализовываться Эти генетические программы Довольно сложно Не хочу идти к врачу Потому что Не хочу Бывает такая ситуация Что человек просто чихнул И в это время Как бы сел одновременно И получается Компрессионный перелом позвонка И зачем человеку Жабры И хвост Это бывает Проблемой для пациента Которую необходимо Иногда решать Хирургическим путем Развитие костной системы Представляет из себя Два непрерывно протекающих Процесса Создание И разрушение клеток Костной ткани За процесс создания Костных клеток Отвечают особые клетки Остеобласты Остеобласты Которые вырабатывают Остеоциты Остеоциты Зрелые клетки Костной ткани Скелет человека Это Подвижная Субстанция То есть Это живой орган Как и другие органы Нам кажется Что скелет нам дается Раз навсегда И он никак не меняется За каждые 10 лет Человек Получает новый скелет Это трудно поверить Но это действительно так Клетки, которые отжили свой срок Подвергаются разрушению И так постоянно Мне очень нравится в этом смысле Такое слово Как апоптос Научным языком Апоптос Это запрограммированная Гибель клетки А в переводе с греческого Вообще многие у нас Научные слова Имеют греческое происхождение Это падающие листва То есть мы знаем Что когда падают листья Осенью Мы испытываем при этом Груст и печаль Но тем не менее Мы надеемся на весну Что все опять придет Так сказать Зацветет Зазеленеет Кости Самый прочный материал Нашего организма Это во многом Объясняется Химическим составом Костной ткани И в первую очередь Наличие в ней Фосфора и кальция Факт этот Не подвергается сомнению В отличие от мифов Взращенных На этой благодатной почве Я лично сам Никогда не встречался С работами Которые Так сказать Утверждали бы Что Бытущее на сегодняшний день Мнение о том Что кофе вымывает Но я в кавычки Ставлю это слово Из организма кальций Я таких работ Не встречал Понимаете Кофе не то что Не выводит он его Он блокирует его Всасывание кальция Отдельная тема Это продукты питания Для укрепления Прочности костей Наилучшими источниками Кальция считают Кислое молоко И творог Для пополнения Запасов кальция И фосфора Рекомендует Добавлять в пищу Именно морскую соль Налегать на овощи Фрукты Семена кунжута И зелень Кальций Кальций Это такой микроэлемент Который необходим Человеку Каждый день И количество Это Которое нужно Человеку Это минимум 500 миллиграмм Или 1000 миллиграмм Если вам перевести Это Скажем В продукты Которые вам Хорошо известны Вам нужно выпивать В день Как минимум Литр молока Конечно Не каждый человек Литр молока В день Может выпить Есть продукты В которых Кальция гораздо больше Это например Всем известные Твердые сыры Достаточно 100-150 грамм Сыра Каждый день Человек может Получить Кальций Отдельное внимание В исследованиях На эту тему Отведено Рыбе И морепродуктам Получается Ешь себе Морскую капусту Запивай Кефиром И эконом вариант И страховка От переломов Оказывается Не все Так однозначно У японцев Ведь тоже На самом деле Болезни Опорно-двигательного Аппарата Нередки То есть Хотя Несмотря на то Что они В качестве продуктов Употребляют Морепродукты Столь богатая Кальция Из фосфора Для того Чтобы поступивший С продуктами питания Кальций Усвоился Организму Необходим Витамин D Который Позволяет Этому кальцию Всасываться Быстро И эффективно Это как Два брата-близнеца Они идут вместе Нужен кальций Нужен витамин D Один Помогает другому Попасть до точки Попасть до кости Чтобы создать новую кость Укрепить кость Этот витамин Можно получить в аптеке В виде капель И таблеток А можно и Естественным способом Известно На открытых участках Кожи В солнечные дни Поэтому важно Быть на открытом воздухе Как только Есть солнышко Обязательно Надо больше Гулять В этот период Для того Чтобы вырабатывался Витамин D В коже И еще Очень важное Руководство Это Грамм белка На килограмм веса Потому что Нужен Качественный белок Для восстановления Костной ткани Научные исследования Связывающие Прочность костей Человека С типом питания Проводились и раньше Так Выдающийся русский Анатом Лесгофт Проделал Интересный опыт Он кормил Четыре группы Щенков Разной пищей Молочной Мясной Смешанной И растительной У щенков Которые содержались На растительной диете Кости более мягкие И слабо развитые У них чаще Наблюдается Искривление И переломы Конечностей Доказанным Можно считать И тот факт Что более прочные Крупные Тяжелые кости У животных Питающихся молоком Этим фактом Был нанесен Серьезный удар По вегетарианству Но Внимание Эксперимент Проводился На щенках К сожалению Прочность наших костей Напрямую Зависит И от возраста В анатомических Театрах Скажем так Эпохи ренессанса Эпохи возрождения Было принято Даже Когда она там Выходит На сцену Или на кафедру И в руках У него Два черепа Один череп Новорожденного Второй череп Старика Для нас Это сейчас Кощунственно Но Тогда Было принято Бросать Два черепа Вниз Так вот Череп старика Рассыпался В прах Новорожденного Прыгал Как мячик Несмотря на то Что функции скелета Достаточно многогранны Одна из важнейших Это функция опоры Позвоночный столб Может выдержать Нагрузку В 18 раз Большую Чем бетонный столб Такой же толщины А все потому Что во время Физической работы Наш позвоночник Обладает способностью Распределять Опасную нагрузку На все свои отделы Относительно Равномерно Совсем иначе Реагирует На воздействие Агрессивных сил Бетонный столб Со временем В нем возникают Трещины Слабые места И болевые точки Но несмотря На демонстративную Очевидность Эта функция Нашего скелета Не единственная Костя Например Черепа Защищает Головной мозг Кости Входящие В состав Позвоночного Столба Защищают Спиной Мозг Локомоция Локомоция Это перемещение В пространстве Но вот эти функции Естественно В большей степени Это старые С точки зрения Эволюции Но которые Понятно Имеют определенную Актуальность Для жизни По большому счету Еще одна Важнейшая Функция Если в период Эмбрионального Развития Обязанности Кроветворения Берет на себя Печень Зародыша То после Рождения Человека Эти полномочия Человеческий Организм Делегирует Костному Для человека Хотя бы один раз Сделавшего Рентгенограмму Собственного Позвоночника Знакомо Чувство Легкого Испуга А на самом Деле Все В порядке Именно Так И должен Выглядеть Позвоночник Здорового Сформировавшегося Человека И только У младенцев Он выглядит Иначе На рентгеновских Снимках На ранних Этапах Эмбрионального Развития Можно Отчетливо Рассмотреть И жабры И хвостик Что касается Атавизм Так называемых Или отголосков Прошлого В эволюционном Плане То Такие Вещи Случаются Они Как правило Имеют Казуистический Характер Достаточно Редки Так или иначе Наличие Дополнительных Копчиковых Позвонков У некоторых Рождающихся Деток Можно Обнаружить Но это Чрезвычайно Происходит Редко Равно Как и Добавочных Редок Эти так называемые Малые Аномалии Развития Ученые Объясняют Просто Все мы В конечном Счете Вышли Из воды И на пути К сегодняшнему Без ложной Скромности Совершенному Внешнему Виду Прошли по ступенькам Эволюционного Развития Похожая Эволюция Только в микромасштабе И сжатая По срокам До 40 Недель И происходит С момента Нашего Зачатия И до появления На свет Завидным Постоянством Достойным Иного Применения Человечеству Чуть ли не Ежегодно Предрекают Конец Света Но если Считать Эти предположения Не более чем Вареньем Для пессимистов Возникает вопрос Если Анатомия Человека За миллионы лет Претерпела Такие глобальные Изменения То как Будут выглядеть Наши потомки Однозначного Ответа На этот вопрос Наука Пока не дает Некоторые Ученые Предполагают Что и будущий Человек Станет Так же Сильно Отличаться От настоящего Как современный Человек Отличается От своих Предков Хотя и доказано Что скелет Человека Жившего 50 тысяч лет Назад Ничем не Отличался От скелета Современных Людей И если За такой Значительный Срок В скелете Не возникло Никакого Нового Признака То можно Ли ставить Точку Что касается Скелета Головы А скелет Головы Это у нас С вами Череп То есть Ряд Антропологических Школ В частности На Западе Которые утверждают Что Соотношение Лицевого И мозгового Черепа Костей Будет изменяться В сторону Усиления Лицевого Черепа Как ни странно А не мозгового Черепа Есть такая Точка зрения Кроме того Существует Мнение По поводу Костей Скелета Кисти Что Будет происходить Их постепенное Усложнение Что касается Костей Скелета Нижних Конечностей То Очевидно Здесь Можно Предполагать Возможный Регресс Обратное Развитие Это связано С тем Что мы Очевидно Больше сидим Чем ходим Смотрите дальше И вы узнаете Сильными аргументами По слабым местам Существует Компьютерно-томографическое Обследование КТ Так называемое И чем опасна Непереносимость Молока Такого пациента Необходимо Отправить На дообследование Половая Дискриминация Или очень Женская Болезнь Уменьшается Защитная Роль Половых Гормонов И тогда Быстро Теряется Плотность И качество Костной Ткани Медики В последнее время Единодушны Во мнении Что такие Заболевания Опорно-двигательной Системы Как Остеохондроз Остеопороз Сколиоз Стали Бичом Цивилизации Увеличивается Не только Количество Поставленных Диагнозов Эти болезни Стремительно Молодеют Многие Научные Институты Занимаются Этими Проблемами Во многом Установлено Что Характер Нашего Питания Возможно Внешней Среды Проживания В определенной Степени Будет Увеличивать Показатели Этих Болезней Нельзя Сбрасывать Со счетов И тот Факт Что Использование В целях Диагностики Более Современных Аппаратов Возможно Привело К тому Что У каждого Третьего Пациента Старше 50 лет Выявляются Те или иные Заболевания Скелета Денцитометр Это аппарат Который Позволяет Просветить Косточки И определить Сколько же В них Находится Кальция Этот метод Применяется У всех Людей У мужчин И у женщин Для диагностики Остеопороза Во многих Странах Существует Государственная Программа Где Каждая Женщина После 60 Лет Должна Пройти Исследование Денцитометрии Чтобы Как можно Раньше Определить Есть ли у нее Остеопороз Или нет Такие заболевания Как остеохондроз И остеопороз Называют Болезнями Пожилого возраста Хотя Это и не всегда Так Но есть Проблемы Которые Вырастают Из детских Штанишек Сейчас Действительно Что Дети чаще Страдают Сколиозами Чем дети Которые Рождались В 70 Или 80 Годы Вот на мой Взгляд Все это Идет еще Со школьного Периода И вот С тех Парт Которые Мы имеем Сейчас И если Сравнивать С теми Партами Которые Были В советское Время Они Предусматривали Так Функциональную Парту Любой Орган Человеческого Организма Со временем Изнашивается Кости Тоже Теряют Часть Своих Уникальных Качеств Становясь Более Хрупкими Это Общая Закономерность Да И переломы Случались Наверное С каждым В разные Периоды Нашей Жизни Однако Частые Переломы Повод Серьезно Задуматься У меня Есть пациент Которого Я наблюдаю Уже в течение Четырех Даже Пяти лет В прошлом Она спортсменка Довольно Успешная Но С развитием С возрастом Уже в период Менопаузы У нее начались Переломы И когда Она уже Перестала считать После Двадцатого Перелома Когда у нее Она была В душе Кусочек мыла Упал ей На палец Ноги И палец Ломался Она Решила Обратиться К врачам Просить Что же делать Почему Это происходит Причины Возникновения Остеопороза Могут быть Разными Но в группе Риска Находятся В первую очередь Женщины После Пятидесяти лет С наступлением Менопаузы Как бы Уменьшается Защитная Роль Половых Гормонов И тогда Быстро Теряется Плотность И качество Костной Ткани Которое Приводит К повышенному Риску Переломов Остеопороз Может не носить Возрастного Характера И даже не быть Только женского Пола Вторичный Как его называют Врачи Остеопороз Как правило Развивается На фоне Таких заболеваний Как бронхиальная Астма И болезни Желудочно-кишечного Тракта А также Напрямую Зависит От наследственности Коварность Остеопороза Состоит в том Что это заболевание Протекает скрыто Но внешние признаки При которых Стоит задуматься О визите К врачу Все же есть Таким явным Признаком Которым может Человек заподозрить Это конечно Снижение роста Которое наблюдается Где-то к 65 годам Больше чем 3 сантиметра За всю жизнь Вот такое Резкое снижение роста Второй критерий Это частые переломы На фоне небольших травм Допустим Есть такой признак Который тоже считается Что это связано За дефицитом кальция Ранее поседение Многие не придают Этому значения А на самом деле Это может быть связано С потерей кальция В организме Слоятся ногти Никто не обращает внимания А нужно обратить На это внимание Потому что тоже Возможно связано С потерей кальция Ни один врач Даже стопроцентно Здоровому человеку Не посоветует Побольше пить Курить И поменьше двигаться Но все же Здоровый образ жизни Умеренные физические нагрузки И сбалансированное питание Это больше Меры профилактики А лечиться надо Все-таки У специалистов Мы порой задаемся Настолько несерьезными вопросами Ради которых Не лезут в энциклопедии Хотя понять Почему Куда и зачем Все же интересно Субтитры создавал DimaTorzok